Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня моя любимая рубрика — это ответы на ваши вопросы. После последнего видео сразу прилетело очень-очень много вопросов, поэтому, скорее всего, что я даже сниму это всё в два захода. И в расстоянии в один день, там, на следующий день выложу остальные вопросы, потому что их очень много, и они все приходят, и все они интересные, и все достойны внимания. Итак, первый вопрос, по порядку прям начнём. Это от Дианы, пишет, ты очень позитивная, спасибо. Как ты относишься к солярию и увлечению губ? Я хорошо отношусь к увеличению губ по ходам в солярий, но считаю, что увлекаться ничем нельзя, потому что солярий, он может быть опасен, да, во многих. Во-первых, он пересушивает нашу кожу, и мы быстрее стареем. Я обычно использую бронзаторы всякие, да, в основном, и немножко свою кожу подготавливаю обычно к солнцу. Вот. Что касается увеличения губ, да, я тоже пробовала, баловалась этим когда-то давно. Есть такое, ну, как бы увеличение губ, да, гиарлоновой кислотой, когда всё это сходит, там, через полгода, через три месяца у кого-то, да. Я уже очень давно не делала губы, я не знаю, года три, наверное, и, в принципе, у меня свои были, не маленькие, но мне было интересно. И я, в принципе, ну, не сказать, что прям так увлеклась сильно, да, что... Ну, во всём нужна мера, конечно, нужно слушать своих подруг и слушать молодых людей, чтобы они говорили, что всё красиво, а не ужасно. Поэтому, если что-то не так и что-то не устраивает, я просто когда делала себе губки, я помню, я такая раз, и сразу чувствую себя такой, ну, прям классной, да, такой прям губы у меня такие, я такая вся красивая, позагораю, там, ножки сразу загорелые, как бы. Всё отлично, ничего в этом такого плохого нету. Но во всём нужна мера. Следующий вопрос. Селена, скажите, кто вы по знаку зодиака? Я по знаку зодиака лев. Это спросила Ксюша. Год не скажу, потому что вдруг вычислите, сколько мне лет, а это будет такая фишка моего канала, и в один прекрасный день я сниму такое видео по поводу своего возраста. Кстати, это, по-моему, она гадала, сколько мне лет. По-моему, много давала. В общем, вот такой мой ответ. Следующий вопрос нам задаёт Ангелина. Не могли бы вы снять видео о своём отношении к феминизму и к сексистам? Я отношусь к феминизму достаточно лояльно, да, я за равенство полов. Но вообще, я считаю, что просто мы по своей природе мы не равны, мужчины и женщины. Поэтому есть какие-то вещи, которые всё-таки отводятся мужчинам, есть вещи, которые отводятся женщинам, как правило, да. Но я не считаю, что нужно притеснять мужской пол, если он хочет делать то, что, например, делают женщины, да. Или притеснять женщин и не давать им возможности делать то, что они хотят. Я считаю, что это равенство должно быть, если оно имеет место быть, да. Если хочется, то почему нет? Запретов, я считаю, быть не должно. Но если копнуть глубже, то просто вот как бы по сути своей, да, например, мужчина, который сидит дома, стирает пелёнки, там, ребёнку, а женщина пашет где-то на работе. Ну, для меня такая модель, например, не очень понятная и, ну, как бы она не моя, да, модель эта. Для меня наоборот, мужчина добытчик. И поэтому как-то о равенстве в каких-то таких вещах, да, сложно говорить. Или мы говорим о равенстве, во всех смыслах мы говорим о равенстве, но как касается денег, как касается, например, заработка денег, то мужчина должен, допустим, зарабатывать, а женщина такая принцесса, да. Уже что-то, тут какое-то неравенство попахивает, поэтому я не хочу, чтобы у меня были какие-то двойные стандартные, поэтому если хочется женщины быть наравне с мужчиной, если хочет, она зарабатывает, там, стремится, да, да как минимум и женщины, они по своей природе слабее просто, слабее мужчин физически, мы уже не можем быть равны, да, но не суть. Если она хочет, если она хочет накачать себе мышцы и стать с мужчиной в спарринг, то я не против, пожалуйста. Я считаю, что они не должны по половому признаку притеснять людей. Я за равенство. Следующий вопрос задаёт Ирина. Общаюсь с одним парнем ВКонтакте, он мне нравится, но гулять как-то не получается, да и я скоро уезжаю в лагерь, а он на учебное время уезжает в Москву. Что делать? Вопрос, конечно, сложный. Что делать? Ну, во-первых, вы ещё, как я понимаю, наверное, молодые, да, лагерь и Москва, и за вас отвечают родители, поэтому вы не можете, вопреки своим родителям, сказать, я не поеду в Москву, а я не поеду в лагерь и быть вместе, да, и плюс я понимаю, что если вы молодые, то у вас не так всё ясно сейчас, поэтому расстояние обычно скрепляет, уезжайте, общайтесь на расстоянии, да, переписывайтесь как-то. Если не можете переписывать, тогда думайте друг о друге, и когда вы увидитесь, ваша любовь будет только крепче и лучше. Так что ничего делать не надо, просто, ну, расставаться по этой причине, я думаю, не стоит. Хотя, если вы сомневаетесь в отношении друг с другом, да, кто-то, что ты найдёшь себе, может быть, парня какого-то другого, или он найдёт себе девушку какую-то другую, то, может быть, и стоит. Всё зависит от того, как вы общаетесь, какие у вас отношения и насколько вы открыты друг перед другом. Поговорите и решите, что вы будете делать. Будете ждать друг друга, потому что любите, либо отпустите друг друга, и это расстояние для вас будет большой помехой. В общем, испытание для вас. Решайте, что вы будете делать. Поговорите. Следующий вопрос задаёт Анастасия. Настя. Здравствуйте, Селена. Я понимаю, что слишком маленькая, мне 15, чтобы писать вам свои вопросы и просить у вас совета, но всё же я хочу быть похожей на вас, и поэтому мне важно ваше мнение. Я хорошо на данный момент общаюсь с одноклассником, он сам мне пишет, а я не пишу и стараюсь не навязываться, но пишет мне он периодами, объясняя это тем, что у него были свои проблемы и что он был занят. Хотя я заметила, что когда у него есть девушка, он мне не пишет, а когда нет, то пишет. Я чувствую себя как запасным вариантом, но признаки симпатии он ко мне проявляет. Что делать в такой ситуации, стоит ли дальше с ним общаться? Просто чем дольше я с ним общаюсь, тем сильнее он мне начинает нравиться, но я делаю вид, что он только друг для меня. Ну, что я могу сказать? Может быть, кстати, потому что ты делаешь вид, что он только друг для тебя и ничего больше, может быть, у вас ничего больше не получается. Чужая душа потёмки. Может быть, он общается, а ты ведёшь себя как друг, и он думает, что, наверное, не стоит других движений делать. Но что касается меня, я в таких ситуациях беру всегда быка за рога. Особенно если я вижу, что я нравлюсь парню, то я всегда так или иначе напишу записку, напишу сообщение или ещё что-то и спрошу прямо в лоб. Какие-то вещи, которые меня интересуют. Потому что для меня нет ничего дороже ясности и понимания. И если она, ну, как бы эта ясность и понимание должны достаться мне такой ценой, что я просто в лоб спрошу у человека что-то, да, потому что мне надоело, что ничего не понятно, то да, пусть будет эта цена такая. Пусть человек подумает, что я влюблена и сохну по нему. Хотя я просто хочу понимать, что происходит и куда дальше двигаться. Но если ты видишь такую тенденцию, то что если есть девушка пишет, не пишет, то, может быть, стоит, когда у него как раз нет девушки, в этот момент задать какие-то вопросы, когда вы именно переписываетесь, и решить, что между вами вообще может быть или не может, как-то вот более ясно и откровенно спросить, поговорить, да. Ну, когда у него есть девушка, соответственно, нет смысла туда лезть, особенно если человек не пишет. Вот. Просто вам нужно внести ясность. А как она будет, будешь ли ты ждать, пока человек тебе внесёт эту ясность, либо подойдёшь и всё выяснишь сама, здесь уже тебе решать. Я думаю, что в этом ничего плохого нету, и выглядеть в этой ситуации плохо, это только так, как вы будете чувствовать себя. То есть выяснить какую-то ситуацию и признаться человеку в симпатии, это только начало дела. Это ещё не значит, что вы его любите, сохнете и готовы вены из-за него вскрывать. Правильно? Вы можете начать встречаться, а человек окажется говном. Поэтому. Он должен сам об этом тоже, как бы, понимать, и нужно давать это понять. А не так, что вы так вот млеете, вы ещё его не знаете, да, уже там млеете, и вот вы сказали, ты мне нравишься, и всё, значит, вы там, короче, с ума сходите. И он будет так думать, и будет выпендриваться. В общем, в любой момент ситуацию можно изменить. То есть в любой момент вы можете бегать, а потом вы можете остановиться, и человек этот будет бегать за вами. Вот. Главное это делать, не бояться. Следующий вопрос от Ани. У меня комплексы из-за роста. Мой рост метр пятьдесят семь. У меня было видео до этого, где девушка, наоборот, с высоким ростом, метр восемьдесят два, комплексовала. И я ей рассказывала, что это супер-пупер. Теперь мы поговорим о невысоком росте. На самом деле есть в каждом, в каждом росте свои преимущества, свои недостатки. С высоким ростом, да, недостаток того, что нам сложно найти парня, как классически, да, девушка ниже, парень выше, и как-то, если наоборот, какой-то дисбаланс. Хотя на самом деле всё это предрассудки, с этим нужно работать. Здесь сложности у девушки, допустим, высокой, да, очень часто у высоких девушек размер ноги большой, очень сложно найти обувь. То есть вот такие какие-то моменты, да, привлечения внимания большого, в общем, своей сложности. Но в целом это очень круто, и многие понимают, что это круто. Вторая сторона медали — это невысокий рост. А если у девушки невысокий рост, то здесь уже другие минусы, другие плюсы. Да, всё время, когда мы находимся среди высоких, длинноногих девушек, мы начинаем комплексовать, и я тоже. То есть у меня такой средний рост, и я могу быть как выше и чувствовать себя на одной, да, там, нише, да, и с другой стороны. То есть я могу почувствовать всех. Что касается преимущества, например, всегда говорят, что невысокие девушки, они удобные. Удобные в эксплуатации в плане, да, там, в интимном плане или в плане обнимашек, в плане вот в таком что-то. Зато им легко ещё найти парня, чтобы был больше не ёмстик. Она всегда будет чувствовать себя просто лапочкой девочкой, а рядом с ней мужик, да, мужики вот за то, чтобы вот быть мужиком рядом. И единственный недостаток во всём это то, что вы себя чувствуете маленькой по сравнению с высокими. У высоких комплекс того, что они высокие среди маленьких, у маленьких комплекс, что они низкие среди больших. Я думаю, что здесь какая-то нестыковка, понимаете? В общем, нужно найти плюсы в своём росте и просто выносить это всё вот как достоинство. Потому что иногда я смотрю, как идёт такая миниатюрненькая, маленькая, худенькая девушка, такая всё оп-оп-оп-оп-оп. У меня абсолютно не возникает никакого, ой, какая мелкая или ещё что-то. Если, конечно же, в каждом росте есть свои какие-то, да, например, если невысокая девушка метит в модели, да, метр пятьдесят семь, но не светит, не надо туда метить. Конечно, ты закомплексуешь среди таких. Нужно находиться в других вещах, где твой рост будет как раз-таки вот замечательный, да, и муж чувствует себя королевой. Как бы свои, свой стихий надо искать, да. Или, например, высокая девушка какая-нибудь пойдёт, я не знаю, в комнату куда-то, где низкие потолки, в общем, я не знаю как. Тоже ей там будет некомфортно. В общем, я не думаю, что из этого стоит париться. Это на самом деле такая глупость. И дело не в росте человека, а дело в человеке. Поэтому будьте просто хорошими людьми, находитесь среди людей, с которыми вы не комплексуете, и кто вас не вгоняет в эти комплексы. Держитесь за достоинство вашего роста. Вот такой вот мой ответ на вопрос. Ну что так, 10 минут уже разговариваю. На вопросы я какие-то ответила сейчас, да. Если появились новые вопросы, пишите прямо под этим видео. Я пойду снимать вторую часть. Все вопросы, которые я не осветила здесь, смотрите во второй части. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз здесь. Задавайте вопросы в комментарии. И гоу, следующее видео, следующие ответы на вопросы. И звонят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!